Квашнин попал в засаду. В какую сторону? Он не оборачивался. Везде ему путь преграждали валявшиеся на земле и стоявшие на коленях бабы. Когда он пробовал протиснуться между ними, они ловили его за ноги из-за пола длинного серого пальто. Видя свое бессилие, Квашнин движением руки подозвал к себе Шелковникова, и когда тот пробрался сквозь тесную толпу баб, Василий Теренчич спросил его по-французски с гневным выражением в голосе. Вы слышали, что все это значит? — Шелковников беспомощно развел руками и забормотал. — Я писал в правлении, докладывал. Очень ограниченное число рабочих рук. Летнее время, косовица, высокие цены. Правление не разрешило. Ничего не поделаешь. — Когда же вы начнете перестраивать рабочие бараки? — строго спросил Квашнин. — Положительно неизвестно. Пусть потерпят как-нибудь. Нам раньше надо торопиться с помещениями для служащих. — Черт знает, что за безобразие творятся под вашим руководством, — проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал громко, — Слушай, бабы, с завтрашнего дня вам будут строить печи и покроют ваши бараки тесом. Слышали? — Слышали, родной? Спасибо тебе. Как не слышать? Раздались обрадованные голоса. Так-то лучше не бойся, когда сам начальник приказал. Спасибо тебе. Ты уж нам, соколик, позволь и щепки собирать с постройки. Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать. А то поставили везде черкесов. Чуть придешь за щепками, а он так сейчас на гайкой норовит полоснуть. Ладно, ладно, приходите смело за щепками. Никто вас не тронет. Успокаивал их Квашнин. А теперь, бабье, марш по домам, щи варить. Да смотрите, у меня живо! — крикнул он под бодряющим, молодцеватым голосом. — Вы распорядитесь, — сказал он в полголоса Шелковникову, — чтобы завтра сложили около бараков воза два кирпича. Это их надолго утешит. Пусть любуются. Бабы расходились совсем осчастливленные. — Ты смотри, коль нам печенье поставить, так мы анженеров позовем, чтоб нас греть приходили! — крикнула та самая калужская баба, которой Квашнин приказал говорить за всех. — А то как же! — отозвалась бойка другая. — Пусть нас тогда сам генерал греет. Ишь, какой толстый да гладкий! С ним теплее будет, чем на печке! Этот неожиданный эпизод, окончившийся так благополучно, сразу развеселил всех. Даже Квашнин, хмурившийся сначала на директора, рассмеялся после приглашения баб отогревать их и примирительно взял Шелковникова под локоть. — Видите ли, дорогой мой, — говорил он директору, тяжело подымаясь вместе с ним на ступеньке станции, — нужно уметь объясняться с этим народом. Вы можете обещать им все, что угодно. Алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день и бифштексы на завтрак. Но делайте это очень уверенно. Клянусь вам, я в четверть часа потушу одними обещаниями самую бурную народную сцену. Вспоминая подробности только что потушенного бабьего бунта и громко смеясь, Квашнин сел в вагон. Через три минуты поезд вышел со станции. Кучерам было приказано ехать прямо на бешеную балку, потому что назад предполагалось возвратиться на лошадях с факелами. Поведение Нины смутило Андрея Ильича. Он ждал на станции ее приезда с нетерпеливым волнением, начавшимся еще вчера вечером. Прежние сомнения исчезли из его души. Он верил в свое близкое счастье, и никогда еще мир не казался ему таким прекрасным, люди такими добрыми, а жизнь такой легкой и радостной. Думая о свидании с Ниной, он старался заранее его себе представить, невольно готовил нежные, страстные, красноречивые фразы, и потом сам смеялся над собою. Для чего сочинять слова любви? Когда будет нужно, они придут сами, и будут еще красивее, еще теплее. И Боброва вспоминали считанные им в каком-то журнале стихи, в которых поэт говорит своей милой, что они не будут клясться друг другу, потому что клятвы оскорбили бы их доверчивую и горячую любовь. Бобров видел, как подъехали следом за тройкой Квашнина две коляски зененок. Нина сидела в первой. В легком платье палевого цвета, изящно отделанному у полукруглого выреза красажа широкими бледными кружевами того же тона, широкой белой итальянской шляпе, украшенной букетом чайных роз, она показалась ему бледнее и серьезнее, чем обыкновенная. Она издали заметила Боброва, стоявшего на крыльце, но не послала ему, как он ожидал, долгого, многозначительного взгляда. Наоборот, ему даже показалось, будто она нарочно отвернулась от него. Когда же Андрей Ильич подбежал к ее коляске, чтобы помочь ей из нее выйти, Нина, точно предупреждая его, быстро и легко выскочила из экипажа на другую сторону. Нехорошее, зловещее чувство кольнулось в сердце Андрея Ильича, но он тотчас же поспешил себя успокоить. Бедная, она стыдится своего решения и своей любви, ей кажется, что теперь всякий может свободно читать в ее глазах самые сокровенные мысли. О, святая прелестная наивность! Андрей Ильич был уверен, что Нина, как и в прошлый раз на вокзале, сама найдет случай подойти к нему, чтобы с глазу на глаз перекинуться несколькими фразами. Однако она, по-видимому, вся поглощенная объяснением Квашнина с бабами, не торопилась этого сделать. Она ни разу, даже украдкой, не обернулась назад, чтобы увидеть Боброва. Сердце Андрея Ильича забилось вдруг тревожно и тоскливо. Он решил подойти к семейству Зинина, к державшемуся тесной кучкой. Остальные дамы их, видимо, избегали и под шум, привлекавший общее внимание, спросить Нину, если не словами-то, хоть взглядом о причине ее невнимания. Кланяясь Анне Афанасьевне и целуя ее руку, он заглядывал ей в лицо и старался прочесть в нем, знает ли она что-нибудь. Да, она, несомненно, знала. Ее надломленные углом тонкие брови, признак лживого характера, как думал нередко Бобров, недовольно сдвинулись, а губы приняли надменное выражение. Должно быть, Нина рассказала все матери, получила от нее выговор, догадался Бобров, и подошел к Нине. Но Нина даже не взглянула на него. Ее рука неподвижно и холодно лежала в его дрожащей руке, когда они здоровались. Вместо ответа на приветствие Андрея Ильича она тотчас же повернула голову к Бете и обменялась с нею какими-то пустыми замечаниями. В этом поспешном маневре Боброву почудилось что-то виноватое, что-то трусливое, отступающее перед прямым ответом. Он почувствовал, что у него сразу ослабели ноги, а во рту стало холодно. Он не знал, что подумать. Если бы Нина даже и проболтала с матерью, разве не могла она одним из тех быстрых, говорящих взглядов, которыми всегда инстинктивно располагают женщины, сказать ему «Да, ты угадал, наш разговор известен, но я все та же, милая, я все та же, не тревожься». Однако она предпочла отвернуться. «Все равно, я во что бы то ни стало на пикнике дождусь ее ответа», — подумал Бобров, в смутной тоске предчувствуя что-то тяжелое, грязное. Так или иначе, она...